Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июня, и хотя я уже несколько видеороликов о капельном поливе своем снимала, и кто не видел предыдущие видеоролики, я ссылку в описании к этому видео выложу. Но все еще приходят вопросы различные, потому что все сразу не расскажешь в одном видеоролике. И вот сегодня в комментариях прочитала от Зины вопрос такой, который может интересовать и других. Сейчас поговорим на эту тему. Она написала, что ее муж хочет купить куб для накопления воды и для последующего капельного полива. Вот хотят они это сделать. Но она видит, что у многих опытных огородников рядом с теплицами стоят вот такие простые стандартные 200-литровые бочки. Она пишет, и у вас такая стоит. Напишите мне, есть ли смысл вот этот куб накопительный покупать, если в огороде есть скважина и проблем с водой нет. И вот, короче, по этому поводу, что я думаю. Ну вот смотрите, мне говорили про этот куб, что вот можно купить куб и все. Но так как я же вам в предыдущих роликах говорила, сейчас говорю, что я сама капельный полив в прошлом году опробовала первый раз. Конечно, безусловно, он помогает. Он очень облегчает. Но с ним тоже вот первоначально на первом этапе много хлопот. Вот я рассказывала про бочки, что нужно где-то добывать бочки. Бочки должны быть на возвышении на подставках. Все такое, что тут без мужской помощи не обойтись. Вот он у меня сварил все. И когда мне предложили куб, с бочками-то более-менее понятно. Поставил бочку, она растекается. Вот у каждой теплицы у меня по бочке. Что делать с кубом? Куба у меня на участке нет. Там же огромное количество воды входит, очень много. И вот от этого куба, если его туда воду накапливать и куда-то распускать по теплицам, ведь это должна быть такая тоже разветвленная система по всему участку. Как паутиной нужно прокладывать все эти трассы, магистрали, маленькие тоненькие шланги. И это очень сложно. Я вот, например, с кубом не возьмусь, как сказать, связываться, потому что это очень... Ну, много еще вот этих проблем. Тут-то поставили рядом раз шланг, два метра в теплицу, и вот эти вот поливочные ленточки. Но я хочу в этом же видео... Я вот Зине отвечаю, что про куб я ничего не знаю, но мне кажется, почему-то куб сложнее. Поэтому и у многих опытных огородников стоят вот эти бочки, что это проще устроить и меньше вот этих вот... Ну, как назовем, инженерные сети вот эти водопроводные меньше тащить по участку. Но я вот как человек такой активный, ищущий, я увидела в комментарии, что одна зрительница сказала, что они без всяких бочек, как-то ей муж сделал вот такой, провел шланг, из шланга вот эти поливочные вот эти ленты, и она просто открывает краник и поливает. Мне эта мысль засела в голову, она показалась мне очень интересной. Я мужу предложила, ну, чтобы как-то сообразить. Говорю, давайте сообразим, вот это вот мое помидорное поле. Вот видите, вот здесь у меня всегда 500 корней, и все эти 500 корней я поливала всю жизнь вручную. Но я не всю жизнь 500 выращивала, но последние годы мне приходится поливать вручную. И, конечно, очень хлопотно. И вот мы в этом году делаем еще один капельный полив, полив прям от этого, ну, от нашего водопровода. Вот смотрите, вот идет водопровод. Конечно, теперь сюда шланг я уже не могу подцеплять. Мы подцепили вот на хомутиках сначала мягкий такой шланг, потом идут пластмассовые трубы обыкновенные водопроводные, все. И в каждый вот этот вот, на каждый ряд должен был идти бы вот этот такой, ну, как этот, лента-то поливочная. Но у нас тут, знаете, в чем опять загвоздка? Я же всем говорила, что мы живем в таком городе, ой, подождите, снимаю, не вижу. Мы живем в таком городе, в удаленном от центра, в провинциальном, что мы не смогли вот сейчас в конце сезона найти поливочные вот эти вот ленты. Все, в магазинах кончилось, следующий завоз будет, следующий весной. Мы пока вот это все, он мне попросил вымерить, я ему вымерила, на каком расстоянии у меня вот эти луночки. Он все это нарезал, сварил, поехали за шлангами, вот она так идет, это будет очень удобно, мне кажется. Вот она так идет по всему этому полю, и в каждый рядок, вот здесь, раз, муфточка, и от муфточки идет через хомутик, хомутиком затянуто, все. И о, горе нам, мы проездили весь день по всем садовым магазинам нашего города. Мы скупили остатки вот этих лент у одного там, у другого, и нам, короче, хватило всего на две гряды, вот эта гряда и вот эта. Все, остальные пришлось, видели, там заглушить заглушками. Ну, короче, прицепляем ленточку вот так и заглушаем, они пока не рабочие. В огромном садовом центре, где вот продавалась, там вот бобина такая была, там вот дали нам 20 метров. Когда будет следующий завоз? Ой, ну теперь, наверное, следующей весной. Вы представьте. Конечно, я понимаю, что Алтайский край для туристов это прекрасно, как девственная природа, нетронутая от цивилизации, но наша жизнь тоже нетронутая от цивилизации. Мы даже вот этих, как мне говорили, вы там более современную купите систему капельного полива. Какую систему? Я даже поливочные вот эти ленты не могу себе купить. Но дело не в том, дело в том, что мы остались пока вот с таким полуфабрикатом, 4 протянули, остальные у нас тут идут заглушки. Но это я показываю для того, чтобы вы поняли, что капельный полив может быть разнообразный. Может быть вы сделаете, не будете покупать куб, а может быть вы сделаете вот так вот как-то, раз вы сказали, у вас скважина, у вас, значит, такие же условия, как у нас. У нас тоже скважина, вот это летняя вода, вот она сюда идет. И вот еще один дополнительный, вот эту сделали трубу. Теперь я думаю, что в этом году хотя бы вот эти вот, мою араву самую большую, 500 томатов, я смогу поливать легким движением руки. Подошла раз краник, включила благодать и пошла читать книги, всякие там справочники садоводов или просто что-то готовить. А вот эта плантация будет поливаться. Вот это еще один способ или метод капельного полива, который, вероятно, люди уже давно используют. Вот просто до нас вот, у нас даже если информация дойдет, мы физически иногда не можем это претворить в жизни. Вот попытались, половину сделали, половину нет. Сегодня или завтра отмоюсь, поеду по магазинам города, теперь по маленьким, искать ленту для капельного полива. Муж будет весь, всю неделю на работе, ему некогда этим заниматься. А я на автобус сяду и поеду, потому что у меня мечта сделать весь вот этот и попробовать, вот когда будет жарко, хотя бы включить. Мы еще не включаем, потому что она, видите, недоделкина. Все, до свидания. Это видео-ответ на вопрос Зины, вот об этом кубе. Про этот куб ничего не знаю, но вот дала вам новую идею, которую сама увидела в комментариях. Благодарна той девушке, которая написала, к сожалению, не помню ни имени, ни какого опознавательного знака, но кто писал, тот, наверное, узнает себя. Вот, капельный полив без бочек. Продолжение следует...